Здесь смонтирована система водяного теплого пола. Прогревается все помещение равномерно и остывает равномерно. Выбирая между электрическим теплым полом и жидкостным, всегда лучше выбирать жидкостный теплый пол. Но сделать это незаметно будет невозможно. Это все мы сегодня посмотрим, расскажем и покажем. Добрый день, я Владимир Рязанов, главный инженер компании «Русский Север». И мы находимся на одном из наших объектов в коттеджном поселке Озерки. На данный момент здесь выполнены работы по сантехнике и по черновой электрике. Также собрана котельная. Это все мы сегодня посмотрим, расскажем и покажем. На этом объекте смонтирован теплый пол. Смонтирована подготовка под радиаторы. Выведены так называемые калачи. Дальше они будут обрезаться, исходя из толщины отделки, и подключаться сразу к радиаторам. Выполнены работы по водоснабжению и санитарной канализации. Также выполнены работы по черновой электрике, то есть это просто разводка проводов и щит. Подрозетники и оконечные электрические приборы будут устанавливаться после отделочных работ. Поскольку вся эта история будет штукатуриться, чтобы все вышло в одну плоскость. Здесь смонтирована система водяного теплого пола, жидкостного теплого пола. Связано это с тем, что здесь достаточно хорошая теплоизоляция у дома по расчетам. Соответственно, как такового теплого пола, как нагревающего элемента, в принципе, хватит. Также выполнена по большей части из дизайнерских побуждений подготовка под радиаторное отопление. Сделаны подводки, уже выведены стальной трубой из нержавеющей стали. Соответственно, она будет подрезаться по длине в зависимости от толщины штукатурки. Будет смонтирована группа подключения и красивый радиатор трубчатый в полстены. Выбирая между электрическим теплым полом и жидкостным, всегда лучше выбирать жидкостный теплый пол. Потому как энергозатраты, в случае, если у вас есть газ, будут значительно меньше. В случае, если газа нет, то затраты электричества будут примерно такие же, а то и меньше, чем у электрического теплого пола. Плюс жидкостный теплый пол, он гораздо долговечнее, чем электрический. Что касается подготовки дома к монтажу теплого пола. Значит, пирог пола выглядит следующим образом. Изначально заливается плита, основание, фундамент. По этой плите укладывается электрика, трубы водоснабжения, радиаторного отопления. Какие-то трубы для соединения коллекторов между собой. Далее, перекрытие необходимо утеплить. Соответственно, оно утепляется в нашем случае 100 мм пенополистирола. И сверху идет подложка для теплого пола. Она идет уже с разметкой. Каждые 5 см, квадратик 5х5. И далее по ней разматываются контура теплого пола. С расстоянием между петлями 15 см. Существует две принципиально разных схемы укладки контуров теплого пола. Это так называемая улитка, спираль. Либо змейка. Предпочтительнее делать улиткой, потому как она нагревает пол более равномерно. Соответственно, у нас здесь труба располагается спиралью. И прогревается все помещение равномерно. И остывает равномерно. А когда у тебя сделана змейка, то у тебя сначала заходит, вот первая половина комнаты, теплая вода в контуре. А потом она постепенно остывает к концу змейки. И, соответственно, прогрев получается неравномерный. И получается, что половина комнаты более нагретая, чем вторая половина. Обязательно делать теплый пол на кухнях и в мокрых зонах. То есть душевые, санузлы, где ты ходишь босиком. В спальнях не все любят. Лично мне нравится. Если встаешь босыми ногами с кровати прямо на теплый пол. Но кому-то не нравится, мол, жарковато спать. Можно применять комбинированные схемы отопления, когда у тебя где-то радиаторное отопление, а где-то теплый пол. А где-то и теплый пол, и радиаторное отопление. Если конструкция дома позволяет избежать большого количества теплопотерь, которые перекрываются тепловой мощностью теплого пола, то, безусловно, можно обойтись лишь теплым полом без радиаторов. Чем больше остекление, чем больше стен выходит на фасад дома, то есть какая-то угловая, допустим, комната, там теплопотерь будет гораздо больше, нежели в середине дома. Нужно предусматривать все, конечно, сразу, потому как, ну, представьте ситуацию, что у вас уже сделана отделка, и вы захотели из одного конца помещения, где у вас котельная, из одного конца дома, где у вас расположена котельная, куда-нибудь в спальню протянуть радиаторы. Но сделать это незаметно будет невозможно. Соответственно, здесь остается либо нарушать отделку, либо обогреваться уже какими-то масляными радиаторами, которые включаются в розетку. Единственный момент, в котором можно ошибиться при монтаже теплого пола, это неправильный подбор материалов. Соответственно, здесь все это выполнено из трубы, из шитого полиэтилена, это на данный момент оптимальный материал, самый современный для укладки теплого пола. Также можно делать теплый пол из металлопластиковых труб, это не ошибка, раньше так и делали, пока шитого полиэтилена не было. Но нужно понимать, что ни в коем случае нельзя использовать, допустим, водопроводные шланги, нельзя использовать полипропиленовую трубу. То есть это вроде как бы труба, она вроде как бы греется, но это полипропилен, он имеет большой коэффициент линейного расширения, и, соответственно, стяжка у вас будет при нагреве, ну, немножечко трещать. Соответственно, использовать полипропилен было бы прям грубейшей ошибкой, так никто не делает. Как раз видео про такую историю, это не мое видео, я его нашел, там сделано вот мастерами совета за 50 тысяч рублей, система отопления, она вся на полипропилене, местами трубы спаяны просто встык, без муфт, ну, там прям красота. Мужики, отопление за 50 тысяч. В доме два этажа. Труба встык. Баяна. Монтаж радиатора. О, тут даже он ровный стоит. И такое уже счастье. Ой, пошел наверх. Все, 20-й трубой. О, произведение искусства. Коллектор теплого пола принципиально выглядит вот так. Из-за большого количества контуров теплого пола, из-за большой площади дома, здесь коллектор теплого пола имеет два плеча. Подводка сделана из середины для более равномерного распределения. Коллектор – это распределительный узел, который позволяет распределять теплоноситель по контурам теплого пола. Соответственно, вот эти вещи, колбочки вот эти, это расходомеры. Их можно настраивать. Открывать, закрывать. Они позволяют в зависимости от длины контура теплого пола настраивать расход теплоносителя в данном конкретном контуре, либо помещении. Соответственно, у нас помещения бывают разной площади. Может быть, это 5 квадратных метров санузел, а может быть, это жилая комната 15 квадратных метров. И количество теплоносителя для качественного прогрева должно быть разное в зависимости от, собственно, длины контура. Потому что количество трубы, длина общая трубы, разная в каждом контуре. и проходить, соответственно, должно через нее разное количество теплоносителя. Соответственно, расходомеры позволяют это количество отрегулировать. На обратную линию впоследствии устанавливаются сервопривода, которые позволяют открывать либо закрывать контур целиком. То есть, если вы не пользуетесь теплым полом, допустим, в гостиной, вы можете на регуляторе теплого пола выбрать значение, допустим, 0, и он перекроет просто этот контур. Далее здесь установлены взамен стандартных кранов Майерского автоматические воздухоотводчики, чтобы тот воздух, который может попасть в систему отопления при ее заполнении, соответственно, отсюда выходил сам автоматически. И сливные краны на случай ремонтных работ, либо замены теплоносителя. Управлять, либо как-то взаимодействовать с коллектором после монтажа пользователю в принципе не нужно. Это все настраивается при монтаже, и дальше вы просто этим пользуетесь. Не нужно здесь ничего крутить, ничего открывать-закрывать, оно само будет работать автоматически. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok